Мне, значит, фирма не оплачивает за проезд, что, как бы, очень печально, потому что, как бы, 20 рабочих дней, это примерно 8 тысяч йен выходит. 8400 сибирь, точно. Как бы, эти деньги можно было бы использовать, например, на оплату каких-нибудь коммунальных услуг, или за телефон, или еще за что-то, то есть. Поэтому оплата за проезд, это также существенно важный аргумент, когда вы устраиваетесь на работу, обязательно спрашивайте об этом. Потому что любое, скажем так, вот такое, ну, мелочь любая такая, она, как бы, важна. Если вы живете долго достаточно, и каждый месяц это накапливается, 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 то есть эти расходы. И если у вас нету отчислений с фирмы за это, то ваша зарплата, естественно, уменьшится в год, то есть годовая зарплата. То есть в Японии вся зарплата считается обычно в год годовой доход. С учетом всех налогов, с учетом всей вот этой вот фигни, то есть все, что вам там приплесовывается, это все идет годовое. То есть вам, если, например, вы там приходите в фирму устраиваться на работу и говорите, что, к примеру, я хочу там получать там, ну, к примеру, 3 миллиона там, да, или 4 миллиона йен в год. Вот, это соответствует примерно, то есть 400 манов, ну, 300-400 манов йен. То есть это значит, что вы согласны на зарплату, что все вместе, все вместе, то есть без вычета вот этих налогов, без ничего, то есть будет составлять 4 миллиона йен. То есть после того, как вычтутся оттуда налог, вычтут оттуда пенсионное, страховое, все вот это, это примерно порядка 40 процентов, 35-40 процентов от зарплаты. То есть зарплата реально, которую вы будете получать на руки, будет составлять от 4 миллионов. Ну, 2,5 или там 2,2 миллиона йен. Вот и думайте сами. То есть какую зарплату вам говорить для того, чтобы вам было хорошо и комфортно жить. То есть, соответственно, если вы живете, к примеру, в квартире один или одна, и у вас нету ни соседей, ни друзей, с кем вы там могли бы разделить оплату за дом, у вас может выходить порядка 60-70 тысяч оплата за квартиру. Плюс на еду, плюс на одежду, плюс на какие-либо там развлечения, за телефон заплатить туда-сюда. В итоге выходит порядка, ну, пусть 100 тысяч, там 150, может, или 130 тысяч. Ну, смотря кто как, когда отдыхает, развлекается. В общем, все это вместе. Вот и считайте. Если зарплата 2 миллиона, разделить это на 12 месяцев, порядка там, ну, где-то 100, на вскидку 180 тысяч, где-то 170 тысяч, наверное. Я не знаю точно, сколько там будет. Вот. Соответственно, если вы получать будете 180 тысяч, минус вот эти 130 тысяч, чистыми у вас будет оставаться порядка, там, 30-50 тысяч йен. Если вас это устраивает, то есть, то, пожалуйста, да, устраивайтесь на работу, то есть, как бы, но в самом начале, естественно, вам не придется выбирать прям, у вас не будет такого прям большого выбора зарплаты и условий каких-то там, льгот и так далее, когда вот только-только приехали в Японию работать. У вас, скорее всего, будет все по минимуму. И поэтому, как бы, это я уже рассказываю на будущее, то есть, когда вы будете устраиваться уже на вторую, на следующую работу, нужно уже просчитывать это все, то есть, считать, сколько это будет вычитаться налог. Я вам примерно вот сказал, налогов будет примерно на 40% от зарплаты. 40-45. Соответственно, все, что останется, это ваша зарплата чистая. И нужно смотреть из того, исходя из того, сколько вы тратите в месяц. Нужно считать это все до того, когда вы устроились на работу, потому что после, когда вы уже согласились, что вам, вас будет устраивать данная зарплата, вам вашу зарплату не повысят в ближайший год или там два года. Вы так и будете получать зарплату вот этого, пока там, например, не выпишут вам премию или еще что-то. А, ну вот, да, еще у нас касательно премий. Тут тоже такая есть фишка. Тоже, исходя из этого, на постоянку, когда люди устраиваются, вообще, в принципе, обычно идет две премии в год. Ну, в середине года и в конце года, там, к примеру. Ну, там по-разному, разных фирм по-разному. Но обычно две премии в год. Размер данной премии может варьироваться от ползарплаты до трехкратного размера оплаты в месяц. Трехкратный, ну, естественно, это не везде, но где-то есть. Так вот, когда вы говорите, что вы бы хотели получать зарплату, к примеру, ну, вот такой вот, например, там, 4 миллиона, да, там, иен в месяц. А, это значит, что вы хотите получать зарплату, там, 4 миллиона. Вот, из них, как я уже говорил, вычлется зарплата, ой, оплата за эти самые налоги и всякие страхования, это 40%. Из этой суммы, ну, что останется, вычтутся эти две премии. Если вы работаете на постоянке, соответственно, там, размер премии тоже варьируется. Вычтутся две премии, это, то есть, еще по месячной зарплате, ну, грубо говоря. Из этих же оставшихся денег вычтутся еще также переработки, часы переработки. Потому что, ну, в некоторых, например, компаниях это автоматически, то есть, как бы, тоже учитывается в оплате. То есть, например, они рассчитывают на то, что вы будете перерабатывать, к примеру, там, ну, 10 часов в месяц. Соответственно, эти 10 часов в месяц они перерисовывают в вашу зарплату. То есть, вот, то есть, соответственно, 10 часов в месяц, ну, предположим, под полторы тысячи, там, вы там, например, за час переработки будете получать. Соответственно, это 15 тысяч иен вычитается еще из ваших вот этих оставшихся денег, там, в месяц. Ну, и все, что остается, это ваша зарплата, грубо говоря. Поэтому, когда вы устраиваетесь на работу, ну, во второй, в третий, в четвертый, в последующие разы, ищите какую-нибудь постоянную работу, в которой присутствуют две премии, или там, одна премия, или три премии, обязательно спрашивайте вот этот, скажем так, расклад по деньгам, по зарплате перед тем, как устроиться. То есть, все эти детали уже на последнем самом интервью должны быть обговорены. Не оставляйте это на самотек. Потому что, когда, вот, например, как вам уже рассказал, это все вычтется, то может получиться так, что у вас не будет в доходах 30-ти этих тысяч, или 50-ти этих тысяч иен в месяц. А это все уйдет на вот эти все часы переработки, вот на это, на премию, на все это. И может получиться так, что вы будете вообще жить в притык. Это в лучшем случае в притык. А в худшем случае вам будет не хватать этих денег. Вам придется чем-то жертвовать, что-то урезать, свой бюджет, еще что-то. То есть, как-то траты какие-то свои, ограничивать себя в чем-то. То есть, это очень важно. Нужно обязательно это все проверять и считать. Каждый, как сказать, каждый пункт. Поэтому, как бы, для тех, кто хочет устроиться минут на постоянку, именно чтобы работать, и жить долго в Японии, то есть, и он ищет уже, например, ну, не первую работу, а уже вторую, третью, четвертую, там, последующую, и там, и хочет уже все постоянно там работать, вот на это стоит обратить внимание. На переустройственно-постоянку, что вот все вот эти вот, как бы, плюсы, минусы, все эти премии, и все это было учтено. И вы об этом знали. Ну, когда вы устроитесь по контракту, там такого особо не надо. Все вам просто выделяют, там, сколько-то, вот, зарплату в месяц. Все там фиксировано, там, примерно, 20 или, там, 30 манов в месяц. Все, и вот вы получаете это. Вы можете платить, там, за страховку, можете не платить за страховку. То есть, как бы, они думают, что вы купите сами страховку. Ну, то есть, как бы, они надеются на вашу разумность, как бы. Ну, вы можете не купить эту страховку. Ну, прямо, вы не пользуетесь больниц, на хреновом страховка. То есть, все, и, как бы, живете спокойно себе, без этих всяких лишних затрат. Ну, все, все просто. Так же касается пенсионного. Ну, пенсионный, как бы, это тоже. Если вы планируете оставаться на более долгий срок, то есть, например, вы хотите получать пенсию, то в этом случае вам тогда надо отработать минимум 30-35 лет, заплатить, там, какую-то определенную сумму в месяц. И, ну, то есть, не в месяц, да, платить определенную сумму в месяц. Это пенсированная сумма порядка 16 тысяч йен. При этом нужно обязательно, как бы, понимать, что если вы эти деньги какой-то месяц пропустите, то вам придется эти деньги все равно платить в следующем месяце. И это все дело стоит достаточно больших вложений. Вы будете платить очень много, как бы. за год это порядка, ну, 200 тысяч йен. Да. Но, если вы не планируете получать пенсию в дальнейшем, вы можете, конечно, это все дело вернуть тебе эти деньги. Так, то есть, за три года. Пенсия возвращается за три года. С каждой три года вы можете себе вернуть всю пенсию за три года. Ну, в этом случае вы автоматически отказываетесь от данной, скажем так, пенсии. То есть, вы не будете получать в Японии тогда. И также пенсионные вот эти отчисления, возможно, я не утверждаю это, но, возможно, косвенным образом могут повлиять на решение о выдаче вам и джекена, то есть, постоянной визы в Японии. То есть, потому что там рассматриваются вообще все вопросы касательно вас. И нужно понимать, что любой плюс, любой минус может повлиять на это, на выдачу. То есть, достаточно будет, например, того, что вы будете просто исправно платить все налоги и все пенсионные отчисления, и вам выдадут все это без проблем. А вот если вы не будете платить, вам могут сказать, а, вот, человек не платил, значит, он что-то не собирается, он здесь нам особо-то надолго задержится. Зачем ему этот джекен нужен-то? Вот, и все. Такая простая логика, то есть, как бы. Поэтому внимательно смотрите на эти все вещи, все проверяйте. Если у вас какие-то вопросы все-таки остались, там, и вы хотите узнать что-то еще по работе, или же, там, о налоговой системе, или, там, о пенсионной системе, или страховой, спрашивайте в комментариях, задавайте вопросы. Я постараюсь на них ответить и снять отдельно потом видео. Вот. Ну, а если вам понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Мы с вами увидимся в следующих видео. До связи.